Знаете, я весь разговор наш с тобой записал на видео. Я спрашивал, а почему нельзя сделать только угон тотал? Ну, якобы нельзя. До этого мы дойдем в банк и позвоним. Что она мне сейчас чешет о том, что нужно делать полное страхование? То есть на 5 тысяч мы убрали лишних платежей, верно? Верно. Сказали то, что вы обманываете, что обязываете делать с франшизой. Он обязан был мне проинформировать, что в кредите есть три вот таких услуги. На 5 лет они мне накинули 242 547 рублей. Будут узнавать? Наклеим усики, оденем очки. И пойдем проверять. Друзья, всем привет. И у нас сегодня будет разоблачение одного из официальных дилеров. Вот все, кто подписывается на инстаграм нашего канала, я вас всех постоянно призываю. Не знаю, чего вы не подписываетесь. Надо это сделать. Знаю, что ранее я сделал публикацию, где предложил прийти к одному из официальных дилеров под видом простого покупателя и сказать, ребят, стандартная ситуация, вот машинка есть, она меня интересует, до 2 миллионов рублей. У меня есть 700, 800, 500 тысяч рублей наличными. Остальную сумму я хочу взять в кредит. Что вы мне предложите? И все это заснять на скрытую камеру. Сегодня среда, 12 сентября. Что я возьму с собой? Вот эту коробочку из-под визитки. Потому что у меня GoPro маленькая, она сюда поместится, звук будет хреновый, будет трясти кадр. Поэтому имейте в виду, что все делаем по-честному. Я надеюсь, что никто там не начнет плакать, выйти. Вы сами знаете, по закону я имею право вообще со стабилизатором прийти, с микрофоном сесть и весь процесс снимать. Есть на это у меня полное право конституционное. Но вы знаете, что выбежит охранник и начнется вот, что вы снимаете, нужно разрешение и так далее. В общем, согласно голосованию, многие отметили Kia, как бренд, многие отметили Skoda. Ну и еще ряд других автомобилей. Mazda и Toyota мы вообще не рассматриваем, потому что она уже вот здесь, правильно? Ну все вы уже наелись. Mazda, Mazda, Camry, Camry, Toyota, Toyota, да еще и впереди Toyota на газу. Ох, что будет. Сейчас я отправлюсь к одному из официальных дилеров Kia и попрошу их сделать расчет мне на два автомобиля. Новый Kia Ceed и новая Kia Optima. Если этот ролик вам понравится, он будет действительно полезный, мы сможем продолжить эту серию, сходить к другим компаниям, послушать, что они предлагают. Каша размазана как следует, погнали. Итак, перемещение во времени произошло. Мы находимся на Варшавке. Вот она, Kia, которая попала под мой взгляд. Друзья, не реклама ни в коем случае. Если проявят себя хорошо, ну будете знать. Никому не звонил, ничего не договаривался. Просто сейчас захожу и говорю, здрасте, хочу посмотреть две машинки. Optima в комплектации GT Line и Ceed новый. Ну давайте посмотрим его в топовой версии. Потому что Ceed примерно миллион четыреста. Посмотрим, что они сходу сделают, какие предложения, что тут болтать. Операция начинается прямо сейчас. Я вас сажаю вот в эту коробочку. И вы идете вместе со мной. Все убираем, поэтому погнали. Значит, такая картина происходит. Вот мы в автосалоне. Пришел, прождал 10 минут. Ну, сами-то мои друзья. Не особо интересно все это показывать, снимать. Значит, вот два коммерческих предложения. Все машины, которые есть в автосалоне, они с доп. оборудованием. Под заказ месяц-два. Ценник дал прайсовый. Я не торговался, ничего. Я просто просил, говорю, вот так и так хочу посмотреть машинку. Сейчас мы пришли в отдел страхования и следуем на кредит. Это получается угон тотал плюс все остальное с франшизы за 30 тысяч. А просто угон тотал я не могу себе сделать сейчас. Никто меня одобрит. Я вам рассчитываю стоимость трансляции. Нет, это я понял. А банк-то? Со всеми банками и партнерами, с телемрусфинансового ТВ, у нас заключен договор о том, что, ну, точнее, у них общие условия. Оформление в ходе заказа возможно только с применением франшизы в размере в 30 тысяч рублей. Ну, это все вопросы у девчонок дальше, да? Можно ли? Я понимаю, я понял. Здрасте. Только гибель пикает. Дмитрий. Мобиль, как удобно рассмотреть? Давайте вот два автомобиля, вот я вам принес предложение. С какого начнем? Да, с любого, с какого хотите. Optima и Seed у меня. Подороже тогда, с Optima. Да. Что-то минимальный первоначальный знак, какой должен быть. 20%. Ну, посчитайте так, что 800 тысяч первоначальный знак. Ну, да, плюс 15 тысяч. Вы мне распечатку кладите, да, каком-нибудь там потом, что я записал. Каска вы посчитали, и Каска я отдельно делаю, не стремлюсь. Срок кредитования какого будет? Ну, давайте на три года. Давайте даже так, если может, 3-5 посчитайте. У вас банки-партнеры куда будут отправлять, ну, вообще смотреть? Ну, сами банки. Здесь их всего три представлены. Это Росфинансбанк, Стиренбанк, это группа компаний, Росфинансбанк и ВПБ-банк. Это я считаю конкретно по одному банку, но все остальные плюс-минус тоже самое. 1 миллион 764,900 стоимость, 800 нос на три года. При минимальном пакете в минусе, только паспорт и водительское удостоверение, Каска идет в наличные. Ставка будет 13,8. Платеж составляет на три года 39,622 и максимальная переплата за три года составляет 265. Если на 5 лет, то все то же самое. Ставка без изменений будет. Платеж 28,300 и максимальная переплата 4,477 уже будет. А что за банк? Это Пистолинбанк, считаю. Ну, вот, то же печатайте вот это и то же самое тогда по этому. По силе. А не подскажете, я вот раньше Каска когда делал на машину, я раньше делал просто только угон татан, а сейчас вот Саша коллег говорит, что это так нельзя, то есть нужно взять на франшизу. Это с банком, да, можно попробовать? Первый год, да, либо полная, либо с франшизы. Со второго года вы уже можете любую выбирать, там, в рассрочку, татал, угон, полная. А с первого никак не получится угон татан. По всем банкам вот этим, да? Сит считаем 1 миллион 469,900. Да. У нас тоже остается. Да, 800. Ставка на СИД будет уже 13,3, если на 3 года платеж по 28, переплата 180,5. Если на 5, рассчитываем, ставка без изменений, платеж 20, переплата 328. Во всех вариантов досрочного погашения удостоверения с первого дня оправданных кредитов, то есть можно будет полностью закрыть кредит, так и частично закрыть его. В случае частичного досрочного погашения будет меняться сумма жемеечных платежей, срок при этом будет оставаться без изменений за потребление. Это у нас получается СИД. Она в основном требуется только по сумме, то есть если там, допустим, минимальный долг и первоначальный взнос, то банкам акцентрируют. Здесь в данном случае не нужна. В случае по заявке, получается, подается заявка, срок осмотрения идет от полчаса до суда. Если в условном течение часа мне одобрят, то все, я могу у тебя оформляться на машину? Если в случае положительное решение, то да. Уже далее готовится весь пакет документов, то есть вам нужно будет первоначальный взнос оплатить, где будет полис КАСКО. Здесь подписываются все документы. Мы уже в свою очередь поддаем гарантийное письмо, которое гарантирует нам выездить, грубо говоря, в этот день. Если машина наличит, то я сажусь уже, ну, грубо говоря, в один день держу. Да. Все, спасибо. Спасибо, Борис. Мы с вами возвращаемся в автомобиль, и время подвести первые итоги. Друзья, обязательно прослушайте внимательно весь разговор с менеджером кредитного отдела от и до, не мотая. Это важно. Сейчас поймете, почему. Начнем мы с КАСИД. В первую очередь к менеджеру по продажам вопросов ноль. Почему? Я к нему пришел, даже записывать разговор не стал, все скучно, да не могу. Все ли есть машинки, что-то есть, чего-то нет, чего нет, привезем. Спрашиваю, скидки есть прямые от салона? Ну, скидок нету, есть только накидки. Серии машины стоят с доп. оборудованием. Вот если вы с доп. оборудованием берете, на них скидки сделаем. Здесь кратенько. Доп. оборудование как бы на 100 тысяч, мы вам делаем скидку 60 тысяч, вы покупаете за 40. В реале все то же самое, вы можете поставить тысяч за 15-20 раз. Я взял у него два автомобиля. Первый СИД топовый и Optima GT Line. После чего я отправился сначала в отдел страхования, где мне сделали расчеты на КАСКО. Значит, что касаемо СИДА. Вот я вам показываю расчеты. Мне 28 лет, я женат. Стас вождения меня более 10 лет, я никогда в ДТП не участвовал. Соответственно, самое выгодное это резцы войска. Для чего я это показываю? Чтобы вы просто в целом понимали порядок цифр. Подчеркиваю, что эта страховка, КАСКО, идет полная, с франшизой до 30 тысяч рублей. До 30 тысяч рублей. Я спрашивал, а почему нельзя сделать только угон тотал? Ну, якобы нельзя. До этого мы дойдем в банк, мы позвоним. Вот. Значит, давайте так. После чего я отправляюсь, естественно, в кредитный отдел. Ничего я там не говорю, просто посчитайте, пожалуйста, кредит. Вот подчеркиваю, что ни слова никто не сказал про страхование. Никто ничего слова никакого не сказал. Просто он мне назвал первоначальный взнос 800 тысяч и все остальное. Вот ежемесячный платеж. Сейчас я вам показываю. Ну, давайте начнем с простенького. Мы начинаем с 36 месяцев. Вот, друзья, значит, смотрите сюда. Если что, приблизите. Кому непонятно, будет вышлем потом скрин. Я ему говорю, первоначальный взнос у меня 800 тысяч рублей. Соответственно, мне до машины, до машины не хватает 670 тысяч рублей. То есть он мне вот такую сумму должен рассчитывать в кредит. Что этот парень делает? Он мне рассчитывает сумму в кредит 829 тысяч 460 рублей. В которую включается сразу финансовая защита, страхование жизни, еще что-то, что угодно. Вот. 60 тысяч 872 рубля. Об этом он молчит. Далее, он мне впихивает сюда смс-информирование 2844 рубля. Об этом он молчит. Далее, расширенный полис каска 95 тысяч 844 рубля. Об этом он молчит. Если вот эти три суммы сложить, то получится цена 160 тысяч рублей. При этом ежемесячный платеж составляет 28 тысяч 161 рубль. Если убрать расширенный полис каска, я же делаю отдельно каску. Вот она у меня есть. Правильно? Вот вы видели только что. Убираем. Финансовую защиту. Что такое финансовая защита? Ну, страховка жизни. Вы все прекрасно знаете. Это банк должен делать, а не я. Если вы переживаете, что я там умру, еще что-то стучится. Ну, вы страхуетесь. Нифига себе, я вас беру под бешеный процент 13,3. Кредит. И я же еще должен застраховать вас. Окей, спрос рождает предложение. Не нравится, иди нафиг. Хорошо. Но вы обязаны об этом сказать? Он обязан был мне проинформировать, что в кредите есть три вот таких услуги. Если эти услуги откинуть, а суммарно это получается 160 тысяч рублей, то платеж мой ежемесячный составит 22 414 рублей. То есть разница примерно 6 тысяч рублей. Ощутимо? 6 тысяч рублей каждый месяц у тебя в кармане остается. Это раз. Это если на три года. Далее. Переворачиваем. Прошу сделать расчетик на 5 лет. Что здесь получается? 20 тысяч 46 рублей ежемесячный платеж. И все те же самые допы. Финансовая защита у нас возросла. И смс-информирование у нас возросло. То есть плюс 202 тысячи рублей он мне запихнул туда же. И об этом он молчит. То есть он мне говорит, у вас по переплатам, по кредиту, там небольшие суммы называет их. Но по факту, без моего ведома, в тело в кредит он вкидывает 200 тысяч и 160. Идем дальше. Вы поняли, да, всю картину? С Kia Optima там вообще история еще веселее. Автомобиль стоит изначально 1 миллион 775 тысяч рублей. Округляю. Значит, первый кредит на 36 месяцев они мне также накинули сверху 183 тысячи 700 рублей. Раз. На 5 лет они мне накинули 242 тысячи 547 рублей. Два. Если сейчас я к нему пойду, мне скажут, ну это условия банка, без этого вам не одобрят. Вот давайте сейчас делаем сперва ход конем. Это банк Ситилем. Я позвоню, включу громкую связь. И мы спросим, а обязательно ли это делать? И послушаем, что нам ответит сотрудник банка. А после этого мы отправимся к нему и зададим ему вопрос прямой. На хера же ты мне это впариваешь, дорогой мой человек? Беру номер с этой же бумажки Ситилем банка городской. Уважаемый клиент, мы создали для вас мобильное приложение. Меня зовут Анастасия, вы позвонили на линии блокировки карты. Карта Селено украдена. Нет, Анастасия, просто по вашему телефону никак не дозвониться до сотрудника. Можете переключить на автострахование? Вот я машину хочу купить в кредит. У меня тут пару вопросов по кредиту возникло. Задавайте. А с вами, да, можно проконсультировать. Смотрите, пришел в автосалон к официальному дилеру посчитать. А они мне говорят, что нужно обязательно делать финансовую защиту, чтобы кредит было положительное решение. Это правда или это неправда? Или это все-таки... Проводование жизни это добровольная услуга на усмотрение клиента. Она как-то влияет вообще на принятие банкового решения о выдаче положительного или неположительного результата? Нет. Никак не влияет. А еще вопрос такой. А смс-информирование платное это тоже обязательно или я могу от этого отказаться? Также добровольная услуга. А расширенный полис КАСКО, который они также предлагают сделать, это обязательно или это уже от них идет инициатива? Полис КАСКО, главное условие, это угон и полная гибель. То есть угон тотал я обязан сделать по требованиям вашего банка, а дополнительная франшиза делать ничего не должен? Все правильно. А если менеджер в салоне говорит обратно, что я обязан это делать, как мне ему ответить правильно? Это добровольные услуги на усмотрение клиента. Вы можете заказать при оформлении консистенного договора. Я вас понял, хорошо, спасибо. Сейчас попробую с ними пообщаться. Итак, друзья, таким образом мы позвонили с вами в Сителембанк, задаем вопрос по КАСКО. Угон тотал можно сделать, требование банка такое. В салоне нам втирали о том, что обязательно нужно делать полную КАСКО с франшизой раз. Второй момент. КАСКО расширенный полис 95 тысяч. От салона опять-таки получается 2. СМС-информирование можно отказаться 3. Финансовая защита можно отказаться. Ну видите, финансовая защита в СЖ по-разному они называют это. Можно отказаться. То есть менеджер меня об этом даже не проинформировал. Ну вы понимаете, что об этом говорить. Я предлагаю пойти вам вместе со мной к менеджеру и аккуратненько спросить у него. А какого хера-то он так делает? Почему это он людей вводит в заблуждение? А в заблуждение, друзья, четвертак. Четверть миллиона. Я не хочу сказать то, что фаворит Моторс плохой. Вот такая картина будет абсолютно по всем дилерам. Вы должны понимать о том, что это сегодня легальный способ обмана. Вот как рассказывал Андрей в интервью, кто не смотрел, обязательно посмотрите, очень полезное. Это то из серии, когда тебя обманывают, он делает это по закону. Поэтому нужно обязательно быть умным и смотреть вот на такие вещи. Пойдемте к менеджеру. Вопросы возникли. Знаете, я весь разговор наш с тобой записал на видео, но тебя записывать не стал. Открывай калькулятор, ставь. Вбивай цифры. Один миллион четыре шестьдесят девять тысяч. Я тебя не снимаю, я снимаю только себя. А, пожалуйста. Вбивай. Минус один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч. Девятьсот. Минус восемьсот тысяч рублей. Какая сумма получается? Шестьдесят девять тысяч. Шестьдесят девять тысяч. Это та сумма, которую я хочу взять в кредит на автомобиль. Ты мне распечатки какую цифру вкладываешь? Вот у нас есть два листа. Тенни, в кредит какую сумму предлагаешь здесь? Получается стоимость автомобиля. Да. Минус первоначальный взнос. На три года рассчитан кредит. Да. Каска идет за наличие. Да. И там ставка, платеж и переплата по кредит. Да. То есть... Сумма в кредит какая? Понял. Есть процентные ставки. Нет, даже, я тебя понял. Ты мне ответил, сумма в кредит какая? Входит финансовая защита. Ты почему об этом не сказал? Так я даже не успел ничего рассказать. Подожди, мы с тобой когда сидели, ты мне дал распечатку. По одному и по второму кредиту. Я даже еще не выяснил. После чего ты мне сказал, что нужно идти дальше. Почему ты мне сразу не проинформировал, что ты мне закладываешь 160 тысяч на три года и 200 тысяч на пять лет? Это все идет от срока кредита зависит. Это обязательная услуга? Есть обязательная процентная ставка, где в нее данные суммы входят. Если без нее, то ставки увеличивают. Позвонил только что в банк. Они сказали, что раз, не обязательно. Два, не обязательно. Информирование не обязательно. Сделай расчет на этом примере. Я не хочу брать финансовую защиту. Я не хочу брать полис расширенный. Я не хочу брать информирование. Увеличиваю процент и покажу, что из этого получится на одном простом примере. То же самое со страхованием, Каска. Что она мне сейчас чешет о том, что нужно делать полное страхование? Я звоню также в банк. Минимальное требование вашего банка-партнера. Угон тотал. Это на второй и последующий год. Это на первый год. Все остальное, она сказала, что вас там обманывают. Идите, спрашивайте, что происходит. Мы с тобой сделали четыре расчета. Раз автомобиль, три, пять лет. И Optima, три, пять лет. В Optima ты вообще четверть миллиона засунул. Это не я засовываю. Ну это ты мне дал распечатку или тот другой? Ну не я засовываю, это я рассчитываю по калькулятору. Вопрос-то, да почему ты сразу мне не сказал? Я информирую так же. Вы меня попросили расчет. Я сделал примерный расчет. Вы сказали, подумайте, все. На подаче заявки уже все это проговаривается. То есть все полностью. Все суммы целиком, что именно входит в сумму кредита и так далее. Подается на основании этого заявки. Подаем, не подаем. А почему ты изначально тебе не сказал? Ну ты же мог сказать изначально, что смотрите, у нас есть два варианта. Первый, мы отказываемся от всего, и тогда что-то будет по-другому. И второй вариант, то что мы не отказываемся от всего, а берем СЖ и так далее, и тому подобное. Как правило, мы подаем заявку. Она обрабатывается банком. Ну ты же не подавал, ты же сделал просто распечатку предварительной. Это просто предварительный расчет. То есть максимальный расчет, который есть. Вот в дальнейшем на сделке это все еще максимально все проговаривается. На моменте подписания в дальнейшем все это подписывается. Все суммы это все будет включаться и все это наглядно будет показано. Давай проще. То есть если что-то... Я тебя услышал за второй раз одно и то же говоришь. Я тебя понял. Вот давай проще. Ты не сделал точно такую же распечатку, где вот это, вот это, вот это не будет. На сит, на три года и на пять лет. На опцию можешь не укатывать. Каска там сколько выходила? Каска у меня отдельно. Каску мне не надо еще вторую делать на автомобиль. Нет, я имею в виду. А, ну все за наличные. Каска за наличные там дела. Ты у него вкидываешь в страхование. Ой, в кредит. Это не страхование, это гэп страхование. Вот это то, что каска расширена. Да, вот это 95 тысяч это гад было. Да. Ставка процентная уже будет 15,3. Вот ты убрал, получается, страхование Каска. Все ты поубирал, правильно? Изначально у нас сумма кредита такая, какая должна быть. 669 тысяч 900 рублей. 15,3 поднялся, процентная ставка сколько? На полтора получается. Ежемесячный платеж у нас стал 23 тысячи 410. А был 28 тысяч 161 рубль. То есть на 5 тысяч мы убрали лишних платежей. Верно? Суперно. Верно. Смотрим на 5 лет. У нас было 20 тысяч 046, стало 16 тысяч 104. И процентная ставка 15,3. Так я имею право подать кредит? Почему нет? Имею. Все, спасибо. Извините, девушка позвонила в банк, сказали, что требования банка минимальные, угон тотал. Сказали то, что вы обманываете, что обязываете делать с франшизой. Вот он подтвердил только что, пересчеты сделал. Поэтому имейте ввиду, что Сетилембанк требует угон тотал и все. И никаких франшиз делать не нужно. Это вот с вашего банка. Весь разговор я с вами и с ними записал. Ну что, друзья, пришло время подвести итоги. Я вернулся. И как говорится, еще раз почувствую разницу. Вот предложение, когда тебе, когда ты честный человек заходишь и говоришь, посчитайте, дайте предложение. Раз. Вы видели? Вот начинается тот, я бы вам потом, я бы вам сказал, никто бы ничего не потом не сказал. Почему тогда встречный сразу вопрос ему же, ты сразу не сделал распечатку? Ну я, ну это, ну и все слышали сами. То есть три года, три года мы запросто с вами сбили 160 тысяч, процентная ставка у нас выросла на одну целую, а, на два процента выросла, но при этом, при этом она выросла на два процента, а вы экономите по ежемесячному платежу примерно пять тысяч рублей. Это раз. Это вот на три года. На пять лет, пожалуйста, двадцать тысяч сорок шесть рублей было, осталось шестнадцать тысяч сто четыре рубля. То есть вы понимаете, и сейчас он также на камеру говорит, да, да, конечно, вы можете от всего этого отказаться, это необязательная услуга. Банк также подтверждает, что есть два вида страхования. Есть четко прописано, где тебе действительно могут поиски поднять процентную ставку, а бывает страхование, когда тебе вот и сели, как вот он мне навешал, вполне вероятно, что по условиям договора можно было бы отказаться и процентную ставку бы не подняли. Но зачем нужен этот гемор, когда изначально ты можешь все решить, в свою пользу сделать все по-честному? Приходишь попросить 700 тысяч, тебе 900 тысяч вкидывают. В общем, что я хочу сказать этим видеороликам? Я ни в коем случае не пытаюсь там наговаривать на дилера конкретно этого, все так работают. Я ни в коем случае не пытаюсь там говорить этому парню, что он плохой. Это его работа, он такой же, как и мы с вами, он устроился, у него есть семья, дети, ему нужно кормить детей. А есть верхушка такая, знаешь, которая вот через нас простых людей заставляет нас же друг друга кидать. 13,3 или 15,3 это здоровый процент. Какие-то еще дуб страхования, но это просто зажрались уже наши банки, будем честными. Вот конфликт с немагией был, да, вот немагия против Тинькова, помните, как они его грязью поливали, говнищем, все, Тиньков, урод, козел. Это можно скопировать и вставить абсолютно к любому банку. Это так и есть. Не то, чтобы Тиньков плохой, все такие, все одинаковые. Вы понимаете об этом? Поэтому, когда вы отправляетесь в автосалон, вот основная распечатка, куда нужно смотреть, вот в эту шапку. Если она вас предварительно устраивает, есть также кредитный калькулятор, где вы можете забить, посмотреть процентно. Самое главное, никогда не лезьте на кредитный калькулятор конкретно этого банка. Есть нейтральная, ссылка на него в описании. То есть там не будет никаких скрытых платежей в те же самые проценты и расчеты. Вот. После чего вы можете уже переходить к договору, вам распечатать договор и еще раз его внимательно просматривать. Сейчас договор, как правило, там 5-7, ну максимум 10 страниц. В некоторых банках и вовсе их доводят до 3-4 страниц. Вот. И тогда все будет по-честному, все будет в вашу пользу. Но при этом сейчас, вот при таком кредите, как он первый раз рассчитал к менеджеру, подойти по продажам, он скажет, ну окей, при кредитовании мы вам сделаем дополнительную скидку 100 тысяч рублей. На хрена мне такая скидка, когда вы мне накидку сделали уже 160? Ну вы меня понимаете. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите, к какому дилеру еще отправиться. Не дилеру конкретно, а бренду, там, Volkswagen, еще кого-то. Проверим всех, ведь у каждого у них есть своя программка на выгодных условиях. 7% годовых, ничего не меняется, ничего не будем навязывать. Всех проверим. Будут узнавать, наклеим усики, оденем очки и пойдем проверять. Поэтому я думаю, это видео было вам полезно. Обязательно поставьте лайк, поделитесь им в ваших социальных сетях с друзьями, потому что это происходит сплошь и рядом. Вот люди сидят, я вышел, оттуда выключил камеру, они такие, а как, да? А нам тоже сказали то, что обязательно надо делать. Обманы присутствуют. Все, до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok